всем доброго времени суток уважаемые зрители и сегодня речь пойдет про спиннинги ну как вы видите за мной на заднем фоне уже ковер отсутствует но все равно мы сегодня будем рассказывать про спиннинги как вы заметили я каждый сезон посвящаю какой-нибудь спиннингу скажем так марки спиннинга ну не во всех конечно тестах в определенном тесте и в прошлом году это у меня был спиннинг от компании black hole spirit позапрошлом году был black hole highlight и в этом году я посвятил в сезон спиннингу black hole gf в тесте 315 грамм и длине 210 то есть два метра 10 сантиметров и сегодня я про него попытаюсь что-то рассказать возможно что видео будет не короткое но вы не уходите от ваших голубых экранов в преддвериях новогодних праздников сегодня буду вставлять и какие-то отрывки из каких-то интересных видео чтобы вы посмотрели как это все работают живую ну и конечно видите все таки я остался с вами читаю комментарии люди просят от меня больше видео от этого я решил сделать вот такого праздничное предновогодние видео и пользуясь таким все таки случаем поздравить вас всех уважаемые зрители с наступающим новым годом пожелать в этом году в следующем году до 2019 там побольше вам здоровья денег счастья и чтобы все мечты ваши сбыли сбылись а и самое главное чтобы все было хорошо в вашем уютном доме и у вашей семьи ну а теперь мы будем рассказывать про спиннинг ну и маленько поговорим о спиннингах спиннинг это такая интересная штука и все люди я вот сколько встречаюсь в тайге на улице еще где-то там смотрю видео тоже на ю тубе как люди рассказывают про спиннинги и каждый человек говорит о каком-то спиннинге вообще в целом да о том насколько он понимает этот предмет опираясь на свой личный опыт и на понимание данного вопроса вот что происходит тут нету какой-то точной математической цифры да то есть научная до что вот какие-то там единицы там спиннинга нету допустим такой единицы там чуйка да то есть чувствительность нету на бланке в каких единицах бы она там не измерялась бы да нету там дальности заброса там еще что то все это можно выявить только экспериментальными путями на чувствительность вообще это и чисто индивидуальная и в этом году мне довелось а порыбачить 6 дней с андреем петерцовым андрей тебе привет если ты будешь смотреть это видео и я очень много с ним общался мы рыбачили от рассвета до ну не совсем от рассвета но рыбачили всегда до заката то есть ритм был такой прямо сбитый от начала до конца такая рыбалка и потом еще долго общались до полуночи и я постоянно у андрея спрашивал про спиннинг и спрашивал те вопросы которые меня интересуют чтобы сравнить моё понимание вопроса с пониманием человека который по сути дела профессионал и работает в этой сфере и скажу вам что в принципе некоторые вопросы как бы понимание они вот именно совпали ну ты как раз про спиннинг его спрашивал говорю андрей вот как можно определить к примеру чем отличается дорогой там и дешевый спиннинг и тут же ему говорю говорю вот моё говорю понимание на сегодняшний день до спиннинга что все спиннинги которые выходят за категорию 5000 рублей там и выше да ну можно сказать пару как 5000 и выше я вот их уже говорю ну как бы вот не ну как бы не понимаю то есть надо признаться я не специалист спиннингах именно да и скажу вам честно что все спиннинги которые больше 5000 я их не понимаю на что ответил мне андрей андрей сказал вот именно дословно примерно вот так ну чтобы горит это грит понимать нужно горит просто работать то есть он имел ввиду что просто профессионал то есть который у которого рыбалка является профессией и он этом как бы живете зарабатывать только он уже может после этой ценовой категории как бы да вот уже ну реально что-то понимать в этом вопросе там отличить спиннинг дорогой от дорогого да как бы сказать там и такой средний дорогого и дешевый там от всех остальных да то есть получается что мы со своим количеством налетов да ну на речках да скажем так и рыбалкой вот я действительно ну мне не хватает видно они опыта не вне времени ну и вообще чего то чтобы он действительно дальше уже понимать вот ну хотя вы знаете так вот посмотришь иногда поговоришь с людьми там смотрю человек только два-три года спининг держишь дождь да вот это то это тут да вот человек понимает может он действительно понимает там и многие люди смотрю про это говорят все там четко все все понимает вот я что-то видно не понимаю наверное я то ли лыжи не едут то ли я там на асфальте обутый стою как там в пословице стою на асфальте я в лыжи обутый то ли лыжи не едут то ли я да вот примерно как-то вот в этой вот области ну расскажу своей позиции на сколько я это все понимаю ну давайте посмотрим вот такой спиннинг блоков джефф обзоры я в целом на этот спиннинг снимал ну вот сейчас будет такой уже обзор там конкретный с пониманием вопроса да и ставим видео как он ловит стандартный чехол хрустящий иногда на японских дорогих спиннингах он точно такого же качества видим ничего тут не стерлась никакие надписи после сезона эксплуатации все очень очень неплохо сверху клапан крепится фиксируется на обыкновенной липучки чехол делится с карманом на карман накладной видите как это сейчас можно не просто так как пополам как разделяется секция как бы накладываться вот это сейчас всю всю в модном стиле сюда достается спиннинг еще что подвигло меня провести их с этим спиннингом сезон я вот рассказывал за них и один человек взял в этот купил спиннинг в этом тесте и поехал рыбачить как бы на севера и говорит вообще не пожалел горит и много друзей все рыбачили на этот спиннинг у него и все и он мне написал как бы письмо благодарности что вот я посоветовал ну как бы сказать рассказал про эти спиннинги или посоветовал точно я уже не помню вот применяется в этом спиннинге форнитура корейской фирмы н.с. это зовут н.с. делают эти спиннинги black hole да их ниже бренд вот кольца у нас стоят кавер серии мы видим типа как бы анти захлёстные сиковские карбид кремния да вот по качеству посмотреть все в порядке я ничего такого отличие от дорогих поверьте мне я в своей жизни держал не просто дорогие спиннинги вообще даже даже не на луне они там где-то уже за марсом находятся у меня тоже некоторые такие есть вот нет уж есть чем сравнить так чтобы понять эту философию канта но тем не менее слабо понимаю уважаемые зрители здесь а мы видим ручка держатель в конце сделано из его здесь я тоже сделаю вот такая закручивается гаечка кстати все достаточно симпатично смотрится маркап как бы литой тоже из его я кстати упирался часто им просто протер ну тут видно потертости выходе даже на берег абсолютно так ставил упирался на него и очень удобно никакой вставки здесь и нету которая бы поцарапалась и вылетела практичный спиннинг разнесенная ручка красивый дизайн длина 210 тест 315 вот соединение здесь конечно не шпигут на непрофессиональная но тем не менее второе колено от данного спиннинга толщина стенок скажем так средняя она не тонкая она не толстая она вот такая вот средняя ну и по качеству все бланк такой матовый такого приятного цвета он матовый очень такой хороший тюльпан тоже cr-serie противозахлестный то есть ничто его не выдает что он с виду по внешности чем-то хуже самых дорогих спиннингов это вы реально сами видите вот если даже вот соединить видите стык двумя пальчиками сейчас послушаем будет стучать или нет прям я очень сильно так ударяю кистевым движением по локтю кистевой удар такой слышно как он свистит но никакого как бы сказать стука в соединении нету также это всего так и двумя пальчиками разымается видим что подгонка стыка прям вообще огонь даже не помню на рыбалке слетала да на рыбалке бывает что в тече их концу дня может быть или на второй или на третий день рыбалки по-моему я поправлял это соединение она маленько уходила в бок такое да вроде было с этим спиннингом вот что можно сказать построю данного спиннинга строй он у него как бы вот тут такой интересный вот на мое мнение это наверное такой будет средне-быстрый строй быстрый но он не самый быстрый он такой средне-быстрый такой строй что в принципе делает этот спиннинг более отделяет уносит его группе универсалов да то есть это вот средне-быстрый строй это вот такой хороший четкий универсал это никакая там не сопля там до медленная там ничего то есть вот он такой хлоп и быстро возвращается вот вот ловил я уважаемые этим спиннингом разную рыбу вы не поверите даже таймень по моему до 20 я его не вешал конечно но даже до 20 килограмм я возил туриста на рыбалку и таймень был короче пойман мы вдвоем лодки были он с лодки как раз была скала была как бы обратка отбойная на границе он у меня клюнул на самбу на этот спиннинг я просто лодочку подвел эту тишину я его просто в стоячей воде со струи увел поднял человек еще говорит как его там будем поднимать там человеку да не будем поднимать говорю взял пассатижи прямо в воде взял крючок снял с него крючок и рыба ушла как бы сказать то есть в прошлом году также со спиритом было вы видели видео что я там тоже ловил крупного тайменья и ни одного на этот спирит тоже с тестом 315 и что хочу сказать данный спиннинг может выдерживать достаточно очень крупную рыбу шатать несмотря на свой вот такой безобидный тест 315 и можно посмотреть что при нагрузке нагрузка уходит от ближе в комнату смотрите я вот загибаю скажем так отсюда чуть чуть подальше от стыка смотрите вот даже вот так видите гнется гнется тоже руки начинают трещать дрожать ведь и прямо так вот да вот уходит вот в такую параболу вяжет очень четко да и поднимает рыбу очень-очень даже больших размеров так как он средний быстрый то конечно очень удобно им подсекать пробивать какую-то рыбу которая есть какая-то такая костяная челюсть да и соответственно нужно и с таким строем даже чуть-чуть и подергивать подтвичивать то есть мы спиннинг действительно очень неплохой универсал мне допустим он очень очень понравился на рыбалке на горной реке очень разную рыбу ловил и чтобы быть не сильно голословным давайте мы сейчас посмотрим какое-нибудь видео ну вот довелось а нам стали познакомиться с местным обитателем достаточно крупным особей особь такая крупная что она тянет нас куда-то там не знаю куда реально реально это дело непростое и мне кажется взять моего наверно не сможем то ли как ты думаешь не мы на берег игру наверное не возьмем такого кабанчика наш почему а потому что 300 грамм не взял а и пьем на воде не пьем на воде ух какой ну-ка талян скажи ты давно таких видел давненько не не видал да думаю нам этого будет достаточно тут приткнуться красотища то какая уважаемые зрители сейчас 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 стулья так это уже моторчик-то и легенький чтобы тут исполнять хухры-мухры мой взмутили то опа ну как бы то конечно не было это очень самый сильный ленок в мире я всегда знал что на этой реке водятся одни из самых сильнейших ленков в мире ну и пора нам с ним что-то сделать ну и размер как мы его видим уважаемые зрители вот можно его этого кабанчика погладить вот так вот ой красивый какой кабанчик-то мой какой ты оклюнута у нас на и тума самбу тигровой окраски но кстати здесь тоже нужно сказать один маленький нюансик что именно и тума самба тигровой окраски за последние три года принесла одно из самых крупнейших трофейных ленков не ну это это однозначно в районе четверки что-то ну вот уважаемые зрители очередная поклевочка на и тума ровди о как тянется ох какой красавчик как он дал свечку в главном бою у нас ютума ровди ох ты ох ты как он носится это конечно завораживающее зрелище в чистой воде я уже тут веточки намотал это конечно же исполняет таймешонок такое ютума ровди работает на все сто второй 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 подошел а дима это коры смотри 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 два таймени один на крючке другой рядом стоит ходит это вообще кор я такого еще не видел сочувствующий сочувствующий да ну нафиг вон он стоит стоит ёлки палки дружище это два друга на сейчас я тебя освобожу и отпущу к нему он встал давай давай дружок видим как работает 2 холл gf смотрите отлично отлично вяжет рыбу таймешонок уже весь перекрутился ох ты конечно же он не хочет сдаваться даже в таком виде это что и мишонок это конечно же не щука и тем более не голавль и не судак это его величество таймешонок давай друг мы тебя аккуратненько освободим давай 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 подугомонись у меня чуть-чуть я тебя освобожу ах ты мне намотался это как только не дергайся друг только не дергайся друг только не дергайся все красавчик ох какой он ну иди к своему другану который к тебе прибегал ради тебя приехали красавец спасибо за поклевку вот это порадовал вот это меня сегодня таймешата порадовали оба такими свечками хоть они и небольшие но конечно силы в них очень много подходил второй его друг сочувствующий крутился такого я еще ни разу не видел спиннинг black hole gf справился с этой задачей на отлично моем понимании ну зверюга блять я зол и очень агрессивен давай выходи один на один два два один два один два Вот, уважаемые зрители, посмотрели видео, вы все видели, как он работает, как он уходит в дугу, вяжет рыбу, удерживает ее, делает он, в принципе, очень хорошие, четкие забросы. У меня есть видео, где мы рыбачили с Димой, и там вот как раз я рыбачиваю этим спиннингом, когда тащил таймешонка, там тоже выходил второй таймешонок, и длинки крупные клевали, мы ездили с Толей, тоже как бы, и вообще, то есть, ну, отлично себя показал. И даже Дима со мной сидел в лодке, рыбачил на Magic Breeze, да, который намного дороже. Кстати, цена этого спиннинга 5,550, да, как бы, тысяч, ну, 5,500 тысяч рублей. То есть, это вот на сегодняшний день, кстати, это очень хорошая цена, потому что на сегодняшний день за эти деньги, там, за треку, за четверку, за пятерку можно взять какой-нибудь Китай, там на Алиэкспресса, откровенно вообще голимый, понимаете? То есть, вот вообще, там никакущий не по качеству, там на одни кольца смотришь, уже плакать охота, понимаете? А здесь кольца выглядят с виду не отличить, вообще бы не по качеству, ни почему от Fuji, от оригинала, это корейские кольца. То есть, очень хорошее качество фурнитуры, да. То есть, эта цена уже такая низкая, что это уже, по сути дела, такой ценник, ну, это уже за эти деньги даже и китайца нормального, нигде никакого, ну, вообще не найти, да. Вот. Ну, давайте посмотрим, сколько весит спиннинг. Раз уж у меня есть весы, мы обязательно это сделаем. Так. 112 грамм. 112. Ну, 3 заместителя, примера, 112 грамм вес спиннинга. Ну, что хочется сказать, что спиннинг, в принципе, не тяжелый, да. То есть, понимание, как бы, в общем, это не тяжелый. Конечно, в этой длине и в этом тесте можно взять дорогой, там, спиннинг, который там вообще будет, там, 50-60 грамм весит. Ну, и цена его там будет, как бы, вообще не детская за эти 50-60 грамм, да. Тут среднестатистический вес, грубо говоря. Вот. Давайте посмотрим, как балансится он с катушкой. Это TwinPower 2500. 500. Взвешиваем вес катушечки. 260 вместе со шнуром. 260. А, 259. Ну, 1 грамм. 259 грамм. Не принципиально 1 грамм. И посмотрим, как вот. На сегодняшний день, это тоже среднестатистическая катушка по весу, там, 259-250 грамм. И мы сейчас посмотрим, как она вот будет, балансится будет с этой катушечкой. Ну, видим, что баланс замечательный. Очень хороший баланс. Почти по бортику шпули. Давайте покручим ручку. Посмотрим, насколько это будет меняться. А то мне тут люди уже говорили. А если ручка будет по-другому? Ну, вот там, ручка шпуля вытянулась все по-другому. Сейчас мы видим, что это сильно не влияет никакого дела принципиально, да. Мы видим, что вот сейчас палец напротив бортика шпули. Вообще, видите, вообще идеальнейший баланс. Теперь получился. То есть, так, так. То есть, в принципе, никак сильно не влияет на это все. Берешь руки, понимаешь, что вот, расслабляешь руку. Никуда у тебя ничего не клюет. Никуда у тебя ничего не клонится. Отличнейший баланс палки за такую цену. Отлично, как бы сказать, очень интересный, популярный, я бы сказал, универсальный строй. Вот. Очень большая надежность спиннинга. То есть, в любом случае, меня этот спиннинг удивил. Ну, и сейчас я скажу, вернее, даже покажу, что этот спиннинг очень надежный, да. Чтобы... У меня вот есть хлыст от спиннинга, который при транспортировке был сломан. Вот, смотрите, я вам покажу. Вот, хлыст от такого же GF, видите. Вот. Ну, при транспортировке он был обломан. Я решил его просто для себя сломать. Вот, смотрите, фокус. Это спиннинг за 5500. Аж все дрожит, смотрите-ка. Ну, как вам спиннинг за эти денежки? Как я вам сейчас колено загибал, вот это вот комельное, да, в совокупе? Дури у меня хватает, да, с моей весовой категорией. Вот, смотрите, снимаю с него колено. Попробуйте на своих дорогих спиннингах смогут ли они что-то подобное сделать. Думаю, более чем все это показано, рассказано, продемонстрировано. сезон поймана рыба. Даже таймешки, я думаю, до 20-ки в этом пределе. Ну, пятнашка точно. Вот. Видео, конечно, у меня этого нету. Я ничего не снимал, когда возил человека на рыбалку. Вот. Ну и что можно, уважаемые зрители, подытожить? Вот. Хороший спиннинг. Хорошая цена. Очень хороший у него заброс. Идет, кстати, тоже проверено. Очень достаточно. Вот именно по чуйке мое ощущение, да, вот ребята тоже ловили. Тот, кто кидает на дальние расстояния, есть GF более длинные, да, их модификации в других тестах, они кидают 100 с плюсом метров, да. То есть, это очень хороший заброс. И на таком расстоянии, говорят, он относительно дорогих спиннингов глуховатый. Надо понимать, чем дальше шнур, там, когда шнур на 100 метров выкидывается, то там еще и растяжение этого шнура десятки метров идут. Он там метров на 10 вытягивается с этих 100 метров. И еще такая длина, да там, конечно, что какая-то там чуйка, конечно, это уже трудно говорить. Но говорят все-таки дорогие спиннинги получше. Он глуховат, но, тем не менее, он кидает на это расстояние, да. И для меня лично, я рыбачил на воблеры, да, и они не летят на такое расстояние. Я понимал абсолютно, там, воблер там и 4 грамма, воблер и 12 грамм. Я абсолютно четко понимал, как он стучал по камням на горной реке, как он там в песок попадал, урывался, как там где-то травинка, коряжка попадалась, как ленок там гнал, начинал прикусывать. То есть, для меня лично все было информативно, понятно за этот спиннинг. Ну, мой, как бы сказать, разговор, и мое видео, уважаемые зрители, подходит к концу, и тут тоже хочется сделать вам сюрприз. Один подписчик и один человек, может быть, не подписчик, я не смотрел, да, написал, говорит, тут в видео в одном, говорит, Саня, ты наш Дед Мороз. Ну, и давайте я, конечно, в преддверии их Нового Года буду маленько Дед Морозом, и в этот раз мы разыграем спиннинг от фирмы Коэкс, традиционно, да, скажем так, точно такой же Джефф, в тесте 3.15. Вот он, видите, в упаковочке, мне его предоставила для розыгрыша фирмы Коэкс, сейчас я даже тут надрезал специально, чтобы достать коробку, показать, что это действительно спиннинг, настоящий, видите, новый спиннинг Джефф, точно такой же, потому что разыгрывая спирит в прошлом году, я это сделал все нежданчиком втихушку, но в этот раз, видите, в конце видео всех предупреждаю, все, кто оставит комментарий, не обязательно подписываться на канал, а нет, только для подписчиков, точно, да, только кто подписан на канал, среди тех, это будет, будет все разыгрываться в этой программе, да, кто оставит комментарий ниже, и кто подписан на канал, и кого выберет программа, как в рулетку произвольно, тому, за счет победителя, я отправлю данный спиннинг, вот, ну, я думаю, кому-то будет неплохой подарок к Новому году, или уже, ну, конечно, получит его уже после Нового года, ну, и на моем канале, так как немного подписчиков, и немного людей, оставляющих комментарии, то шанс выиграть этот спиннинг у всех достаточно высок, там, где много-много комментариев, штук по 500, там и подписчиков много, да, там и много комментариев, шанс, конечно, выиграть какой-то приз, там, ну, такой очень смутный, у меня, это больше всех вариантов, ну, на моем канале, что этот спиннинг увеличивает шансы кому-то на приз, ну, вот, уважаемые, приятно было с вами пообщаться, хотел сказать, рад вас всех видеть, жалко, что вас всех не видно, ну, что хочу еще сказать, всем, у кого есть интерес и желание приехать ко мне на дальновосточную рыбалку, там, на Амур, на Горную, все знают мою электронную почту, эта электронная почта у меня в описании есть под каждым моим видео, пишите на следующий год, будем общаться, ну, наверное, все-таки на этом надо заканчивать это видео, ну, что, уважаемые зрители, еще раз всеми всех с наступающими праздниками, до свидания, до новых встреч,